МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На площадке для городошного спорта еще завершают работы. Здесь последним штрихом станет нанесение разметки. При условии улучшения эпидемиологической обстановки в регионе юбилейную королеву спорта планируется провести в сентябре. Стадион заиграл новыми красками. Здесь, конечно, огромная заслуга района, огромная заслуга людей, которые работают у нас в сфере физической культуры в Любинском районе. Наш урожай, естественно, здесь. И, конечно, хочется отдельные слова благодарности сказать правительству, губернатору. Я огромное спасибо говорю губернатору Омской области Александру Леонидовичу за поддержку. Это же не только в самом спорткомплексе, в самой спортивной школе, дороге, формирование комфортной городской среды. Все это вот в комплексе. Мы ждем и спортсменов, и гостей ждем. Да, у нас есть что показать. Мы столько уложили, здесь столько души. Дмитрий Крикорьянц также осмотрел спортивный комплекс изнутри. Здесь отремонтировали легкоатлетический манеж, спортивные залы, раздевалки и душевые. Посетили и новую площадку ГТО, построенную в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни. Нацпроекта. Демография». В завершение визита министр наградил почетными грамотами и благодарственными письмами ветеранов спортивных школ и учреждений дополнительного образования, а также самых мастеровитых атлетов района. После районного центра Дмитрий Крикорьянц посетил единственный в регионе моногород – Красноярское городское поселение, где на стадионе «Дружба» ведется строительство каркасно-тентового крытого хоккейного корта. «Мы планируем окончание строительства крытого хоккейного корта в октябре месяце. Наш генеральный подрядчик – компания «Степстрой», в общем-то, наш надежный партнер по многим социальным объектам, в том числе спортивным. Хотелось сказать, что все работы идут даже с небольшим опережением графика». Фундамент для будущего корта заложен. По всему периметру проведена укладка арматуры и залита бетонная стяжка. Сейчас строители готовят поверхность для ледового основания. «Населенный пункт очень спортивный, здесь очень любят спорт. И вот как раз там крытого хоккейного корта и не хватало. За что большое спасибо областным властям за такой прекрасный подарок красноярцам». Добавим, что строительство хоккейного корта в Красном Яре ведется в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Спасибо всем.